Это была первая встреча нового мэра с сочинцами. На сход пришли более 400 человек. И, кстати, среди них были и представители других микрорайонов – Мамайки, КСМ, Завокзального. Пока Алексей Копайгородский осматривал улицы и образовательные учреждения на Макаренко, сочинцы общались с руководителями управления и департаментов муниципалитета, а также специалистами ресурсоснабжающих предприятий. На имя мэра горожане оставили 26 заявлений. Вопросов было много. И в основном все они проблемные. Например, говорили о неработающей ливневой канализации. Во время дождей дворы многих домов утопают в лужах. В микрорайоне много разбитых междворовых проездов. Скоро или такси не могут подъехать к домам. Были жалобы и у пожилых людей. Снесли остановку с города. И теперь у нас маршрут 43-44 не останавливается. А там у нас 6 домов, 6 этажных. Алексей Копайгородский пообещал, что автобусную остановку вернут. И это была не единственная проблема, которую удалось решить, как говорится, с колес. Но всех вопросов сразу не решить. Так жители попросили построить больше детских и спортивных площадок, которых не хватает в микрорайоне. Создать парковочные места у школ и поликлиники. Оборудовать пешеходные переходы светофорами и видеокамерами. Привести в порядок тротуары. Просили разбить в микрорайоне еще одну парковую зону отдыха, причем с бассейном. Говорили и о самых острых проблемах, таких как плохое водоснабжение, стихийные свалки, нехватка мест в детских садах и школах. И вот одно из предложений. Где ЖК раз, два, три, там есть место построить и сад, и школу. Пожалуйста, решите этот вопрос вот с землей, потому что он реально решаемый. Алексей Копайгородский заверил собравшихся, что муниципалитет сейчас активно ищет участки для строительства новых детских садов и школ. Проводится масштабная ревизия земли. Мэр пообещал, что все предложения горожан не останутся только на бумаге. Чтобы что-то сделать, нужно финансирование. Чтобы было финансировано, должен быть проектно-сменная документация, экспертиза. Вы сейчас поручили нам вопросы, это все оформляется, появляется документация, эти все процессы запускаются. Программа на 2020 год, 2021, 2023 год будет состоять из, конечно же, всех ваших поручений, всех ваших задач. Это все обобщается, и в итоге у нас получается такая рабочая карта. Мэр пообещал вновь встретиться с жителями Макаренко через месяц, чтобы рассказать, что уже удалось сделать. Кроме этого, Алексей Копайгородский намерен каждую неделю по субботам выезжать в один из четырех районов Сочи и встречаться с людьми. Создадут и общественные советы, которые будут контролировать исполнение наказов горожан.